Осталось совсем немного времени до открытия пляжного сезона, а это значит, что самая актуальная тема сейчас это как успеть похудеть к лету. Ну что, в этом выпуске я на себе испытаю новомодные методы похудения, нарочно игнорируя традиционные занятия в спортзалах. Надеюсь, к концу выпуска я буду выглядеть как Кейт Мосс в молодости. Разумеется, первое, что это значит, что это значит, что это значит. Что я должна сделать, собирая программу о похудении, это, конечно же, поговорить с диетологом. Я подготовила супераппетитные вопросы и сейчас, надеюсь, получу на них ответ. Это правда, что перед тем, как похудеть, нужно обязательно консультироваться с диетологом, чтобы понимать, как правильно это делать? Если вы здоровы, да, например, ну, будем говорить с точки зрения все-таки девушек, да, это актуально для нас, для женщин в первую очередь, вот, то можно, конечно, изначально самому попробовать более-менее правильно питаться, да, но если есть конкретная задача, цель и есть уже накопленные проблемы, то есть, там, допустим, 10 лишних килограмм, то, конечно, имеет смысл обратиться к специалисту, просто чтобы не ходить по кругу и начинать решать здесь и сейчас, а не топтаться на месте. Я как раз слышала о том, что диетологи анализируют генетический тест, правильно я говорю? Анализируют диетический тест и на фоне этого уже составляют программу питания необходимую. Ну, да, так сказать, это такое одно из новых новомодных течений, да, в сфере диетологии и, конечно, в этом есть смысл, но, опять же, если вы уже перепробовали многое, да, например, или вы настолько щепетильно заботитесь о себе, о своем здоровье, да, что вы хотите, чтобы все было сделано по науке, генетический тест, он вот конкретно может, например, ответить на тот вопрос, есть ли у тебя непереносимость лактозы, да, или глютена. Если вам в генетическом тесте прямо взяли и написали, что есть предрасположенность, есть противопоказания, есть именно эта непереносимость, это будет иметь смысл для составления вашей диеты, там, и вашего рациона, вот, а если каких-то конкретных таких вот проблем нету, то, ну, извините, стоимость данного теста, ну, как бы не соответствует помощи, да, которую может оказать. У моей коллеги, которая работает на нашем канале и ведет утреннюю передачу, в инстаграме я увидела суперновинку похудения. В общем, суть в том, что я сейчас приду, меня наденут специальный костюм, подключат к розетке, и я якобы буду худеть. Ну, безумие, не так ли? Ну, сейчас проверим, как это работает. Ради тебя, зритель, я готова на все. ЕМС, как это расшифровывает? Электромиостимуляция. Ну, разумеется. Мы одеваем на вас костюм, который подает импульсы, максимально сокращая ваши мышцы, и за счет этого мы худеем, стройнеем, красивее и так далее. И что, в чем разница от обычного, по ходу, тренажерного зала? В процессе 20-минутной тренировки 90% мышечных волокон постоянно сокращаются и расслабляются, и за счет этого интенсивность тренировки очень высокая, вот, и 20 минут достаточно. То есть это не 2-3 часа в зале. Что в эти 20 минут мы делаем? Разминаемся, основная тренировка, да, комплекс, и входит дальше после тренировки массаж. Ну что, я думаю, что мы должны приступить к тренировкам, и там уже по ходу дела вы мне что-то интересное будете рассказывать, хорошо? Да, договорились. Саша, давай расскажем, что произошло за это время. Мы оделись полностью, костюм, манжеты. Те костюмы и манжеты содержат пластины, пластины подают импульсы, которые начнут сокращать наши мышцы. Но ты меня намочила? Да, естественно. Ты мочила меня с паблинизатором, прежде чем... Да, обязательно, вода проводит импульсы. Да, чем больше намочишь, тем интенсивнее будем чувствовать. Почему это так страшно, и не выполняют? Все боятся. Сейчас попробуем, ничего страшного. Ванную, да, для нас поставят. Ну, если я помру, вот прям в эфире у нас рейтинги будут, да, наверное? Ну, хоть ура, хоть на этом. Сейчас потихоньку начну добавлять импульсы, они будут постепенно сокращать сильнее и сильнее мышцы, да? Сначала начнут щекотать, потом сокращать их. Добавляем. О, мне зачекотало там все! Ты пока зачекотала, что же начнешь сокращать? А-а-а! Так. О, Боже мой, это весело как! Весело. Сейчас... О, Боже мой, это закутится. Да, тогда можно оставить маску. О, Боже мой, подождите, мы это сняли, можно же все выключить, все. Три. Надо, не надо там включать. Четыре. Да, так нормально, все. Встаем потихоньку отдыхаем. Все, очень важно посидеть, да? Да. Достаточно. Садимся на мешочек. Все, я отключила, садимся. После веренировки у нас идет массаж. То есть, либо антицеллюлитный, либо лимфодренажный. Сейчас тоже буду включать. Можете сокращать. Только импульсы будут другие. Ой, как началось там что-то шевелиться. Ножки как, ножки как. Оставляю. Ягодицы. У меня так выберирует живот, у меня такое ощущение, что из него сейчас вылезет, знаешь, чужой какой-то. Ну, это правда гораздо эффективнее, чем заниматься сейчас в спортзале. Что мы, девочки, все любим, это, естественно, экстренное похудение. Это момент, когда я сейчас поем-поем, а завтра все, с понедельника, я три дня ничего есть не буду, и к выходным я уже буду супермоделью. Да, я частенько слышу даже от собственных клиентов, ой, ты знаешь, я тут два-три дня вот посидела на диетке и так хорошо прям скинула пару килограмм. Давайте сразу ответим на вопрос, пару килограмм чего? Ну, конечно же, воды. Да, то есть, уходит водичка, причем, говорят, лишняя вода. То есть, ну, сложно решить за свой организм, лишняя она была у него все-таки или нет. Вот, похудение именно в плане жирового компонента, в экстренном смысле и за короткое количество дней, да, за короткий промежуток, оно невозможно. Враг номер один для нас, это, естественно, сладкое и мучное. Это правда? Это правда? Это действительно? Нет, нет, зачем вы это сказали, господи? Вот, и я хотела бы успокоить и сказать, что, ну, нет, в разумном количестве, да, конечно же, это конкретного вреда тебе не принесет, и даже если ты съешь килограмм чистого сахара за день, вряд ли тебя это погубит тут же и сразу. Но, то есть, адекватное количество, это такой вопрос, такой момент, который, ну, для всех он разный, да, и очень многие на самом деле не понимают и не знают, каково же все-таки адекватное количество. Прямо сейчас мы отправляемся в центр йоги для того, чтобы узнать, способствует ли йога похудению, или она нужна только для того, чтобы очистить свой разум и отправить свои мысли в космос. Ну что, поза героя номер один, я иду к тебе. Ну что, прямо сейчас я нахожусь с Екатериной Мешковской, это один из лучших преподавателей йоги в Хабаровске. Катя, привет. Привет. Катя, суть в том, что я ищу эффективные способы похудеть как можно скорее к лету. Вот расскажи мне, йога, она способствует похудению? Да, конечно, однозначно способствует. Ну, при прочих и равных можно похудеть очень хорошо. Можно посидеть, помедитировать на худые ляжки, конечно, но если позаниматься чем-то более активным, то будет очень хорошо работать. Ну, при правильном питании, естественно, да. Ты какую йогу преподаешь? Я преподаю йогу по методу Айенгара, то есть это терапевтическая йога, это физическое больше направление, особенно для начинающих. Насколько я знаю, что йога Айенгара – это больше не физически тяжело, это как, ну, на растяжку мы работаем, правильно? Ну, смотря какая неделя. Первая неделя – это поза стоя, вторая неделя – это вытяжение вперед и скручивание, третья неделя – это прогибы, и четвертая неделя – это восстанавливающая практика. Чтобы йога работала правильно, да, чтобы и похудение происходило, и на позвоночник она правильно влияла, это должно быть корректно отстроено, поз должно быть корректно отстроено, в динамике корректно отстроено. Ну, правильно, да, вот мы не можем просто открыть картинку, где какая-нибудь поза из йоги, знаешь, встать вот так вот, как она вот сделала, и похудеть. И похудеть. Нет, так не получится, то есть нужно прижать пальчик, вытянуть ручку, развернуть живот, и вот тогда пойдут какие-то процессы, да, мышцы начнут двигаться, и, соответственно, будет происходить похудение. Ну что, давай времени не будем терять, а прямо сейчас ты мне покажешь пару поз, которые приведут меня в тонус. Мы будем делать позу, которая называется триконасана, поза вытянутого треугольника. Бедро левое назад, уводи левое. Это правое, правое бедро вперед. А где правое? Ягодицы вниз, живот вверх, колено левое разворачиваем в сторону. Как колено можно развернуть в сторону? Внешний край стопы прижимать, та сторона, где мизинец. Да. И внутреннюю грань колена тянуть в сторону. Так вот в чем, да, весь секрет, вот в чем все дело. Я сейчас напрягла ногу так, мне кажется, у меня каждая мышца, которая есть на ноге, она содействована. Именно поэтому у тебя позы и способствуют походить, потому что каждая мышца в ноге работает. Вира подраса на два, это уже чуть-чуть посложнее. Вира подраса на два, ну-ка переводи. Вира – герой, пхадра – благостный, асана – поза. Поза благого воина номер два. Ставь руки на таз. Ну и другую сторону для симметрии, чтобы тело одинаково развивало. А то у меня, да, одна сторона будет худой, а другая… А другая не очень. Прежде, да. Каждый раз, каждую сторону нужно отстраивать очень внимательно, потому что это очень принципиально, да, положение коленей и таза, чтобы ничего не транзмировать. Вира подраса на один. Поза будет немножечко посложнее, да, она будет с разворотом таза. Мы сделали три упражнения, и мы задействовали три разные группы мышц, правильно? Да, у нас здесь работает переднее бедро в этом положении. В предыдущем положении мы работали больше с внешними поверхностями ног. В самом первом положении, да, оно равномерно и растягивает, и укрепляет ноги. Оно очень полезно для создания симметрии в ногах. То есть все эти пузы, они работают именно с мышцами ног, плюс за счет того, что мы поднимаемся и вытягиваемся, мы работаем с животом. Напрягайте пресс, да. До? Здравствуйте, я Индира. Мне 20 лет, я очень хочу похудеть. И давай теперь после. А-а-а, магия преображения. Ну, здесь мы еще на монтаже уберем, да, немножечко. Есть прекрасное упражнение на пресс. Нам надо будет с тобой сесть. Называется «поза лодки». Поза лодки. Если ты мне дальше продолжишь показывать упражнения, это уже можно будет туториал продавать где-нибудь, знаешь, в видеоуроке. Поэтому я думаю, что мы на этом с тобой остановимся. Но я вам хочу сказать, что действительно я на себе проверила, как у меня проработались все мышцы. И я думаю, что сегодня к вечеру я буду другим человеком просто. Тоже есть такая легенда, что есть топ-продуктов, которые стоит исключить из своего рациона, и тогда ты не будешь поправляться. Ну, вот мы все знаем, вот этот хлеб, майонез, там, что еще, чипсы, да, там, какие-то быстрые сладости и так далее. Это правда? Если есть это изо дня в день, да, то тут надо будет потом исключать действительно все, потому что наступят прям разрушительные последствия. Если вы, извините меня, в Макдональд заходите раз в полгода, ну, конечно, я вам тут не скажу, что исключите вы это совсем из своей жизни. Но если у нас и так и с экологией проблемы, и со всем остальным, то зачем еще усугублять, ну, то есть продуктами, которые действительно уже много тысяч раз оговорено, что ешки это вредно, что обработка, да, то есть в виде, например, фри, да, то есть она накапливает канцерогены. И вот это вот все, да, мы можем просто исключить для того, чтобы, да, для того, чтобы потом не думать, откуда все-таки эта десятка-то прилетела. Диета и тренировки, когда худеешь, это взаимосвязано или можно просто тренироваться, но есть все, что хочешь, или там соблюдать диету, но не тренироваться? Так, как бы покороче ответить на этот вопрос. Смотрите, ко мне девчонки, когда приходят, да, немножко полненькие, то есть хотят там скинуть ту же десятку. Я говорю, вот смотри, ты сейчас пельмешка вареная. Если ты будешь соблюдать диету и не ходить на тренировки, ты останешься такой же вареной пельмешкой, но станешь чуть поменьше, да, то есть рыхлость. Тканей, количество мышечного компонента, тонуса у тебя не будет. Если ты будешь только тренироваться и сносить холодильник подчистую, то ты останешься такой же пельмешкой, но станешь крепкой такой, да, то есть, вот. Ну, а в объеме ты останешься такой же большой пельмешкой. А мы-то стремимся к чему? Для того, чтобы и рыхлость ушла, и тонус был, и при этом объемы уменьшались, да, следовательно, стать обратно той самой не вареной пельмешкой, вот, такой плотненькой и вкусненькой. Когда я серфила по просторам интернета в поисках ответа на вопрос, как же мне избавиться от лишних килограммов, мне на глаза появилась клиника красоты, в которой есть процедура, когда ты лежишь, вообще ничего не делаешь и теряешь вес. Звучит заманчиво, не правда ли? Добрый день, Надежда, подскажите, есть ли у вас какие-нибудь процедуры, которые помогут мне скинуть вес, или, возможно, огромная сабля, которая может отрезать жир с моих бочков? Добрый день, у нас представлена масса процедур для решения данной ситуации. Это могут быть и ручные массажи, и инъекционные процедуры, и аппаратные методики. Я бы посоветовала попробовать процедуру ролика вакуумного массажа. Есть акция, комплексная процедура на аппарате Айкун, 10 процедур с большой скидкой. О, это как раз то, что мне надо. Так, Надежда, записывайте и проводите меня в кабинет. Все аппаратные методики делаются через костюм. Костюм – это антистрессовое воздействие на кожу, то есть без синяков, нервы. Этот костюм защищает меня от того, чтобы у меня не повылазили гематомы от процедуры, правильно? Да, правильно. Электровакуумный массаж. Это детище LPG. Аппарат исходжек, он имеет три насадки. Видно, в роликах есть кунасообразные дырочки, которые дают 1180 микростимуляций на дециметр квадратный, чтобы ваша кожа была подтянута. Чего себе, я не знаю, что это означает, но мне кажется, что это очень классно. Это правда, что я могу просто лежать, вы мне будете, грубо говоря, делать массаж, и я буду худеть. Это что, по-настоящему такое может быть? Да, может быть, потому что все аппаратные методики – это первая лимфодренаж. Вы будете уменьшаться в объеме, но вы не только будете худеть и уменьшаться в объеме, но вы еще будете приятно проводить время, это комфортно. Ну что, я думаю, что вы меня уже соблазнили своей процедурой, я думаю, что нам пора начинать, чтобы я уже скорее похудела, да? Конечно, давайте. Вы что думаете, что мне нужно похудеть? По ощущениям, вот реально такое ощущение, как будто бы у меня просто за животик хватают маленькие дети. Это самое потрясающее, что может быть, потому что лучшего расслабления я и не испытывала. Девчонки, не ищите, пожалуйста, волшебных таблеток, вот, относитесь разумно к себе, с любовью, завтракайте, пожалуйста. Не переедайте на ужин, не вводите себя в стресс и, конечно же, двигайтесь, ходите на тренировки по возможностям, по силам, и будет вам счастье и красивая фигура. Ура! Ура! Субтитры сделал DimaTorzok